Анастасия Буденчук Очень нужно быстро собраться и это рано утром нужно сделать Сегодня я на Яне хочу показать, как сделать дневной макияж с акцентом на глаза Вы уже помните наши предыдущие передачи, мы встречались и обсуждали, как же делать макияж дома, как подготавливать кожу Яне мы уже подготовили тон лица, то есть мы предварительно увлажнили кожу, выровнили тональным средством, подходящим ей по цвету Яна очень светлокожая, поэтому, как я уже говорила, мы использовали наши цветные корректоры, если вы помните Самый светлый оттенок я его добавляла просто в любой тональный крем, который относительно подходит по температуре То есть у Яны достаточно холодный, прохладный оттенок кожи, вот по температуре этот цвет подходит, но он слишком темный, поэтому я его разбавила немножко светлым подходом А для тех, кто хочет вспомнить о том, как правильно подобрать себе тональное средство, могут посмотреть в наших предыдущих выпусках Безусловно, буду только рада Итак, что же мы начинаем делать? Мы подготовили наше полотно, немножечко проработали, оформили брови, то есть линию уже бровей мы прорисовали тенями Это серо-коричневый оттенок, он достаточно универсальный, он подходит практически всем оттенкам То есть интенсивность цвета только, так как Яна блондинка, я накладывала немножечко меньше цвета Повторила форму ее брови, ничего не меняла, о бровях мы поговорим в следующих выпусках, потому что это отдельная, очень обширная тема Итак, сегодня я хочу рассказать конкретно о макияже глаз, классическом, так и называется классический макияж глаз Почему? Классика, то, что подходит всем То есть любые типы глаз, несмотря на форму, размер, удаленность от переносицы и так далее То есть у нас есть близко посаженные, далеко посаженные и так далее Для них, конечно, нужно красить очень индивидуально подходящие им формы макияжа Классический макияж подходит практически всем, кроме далеко посаженных глаз Объясню почему Далеко посаженные глаза, это глазки, которые по расстоянию переносицы помещается размер вашего глаза То есть длина вашего глаза, вы замеряете Помещается ли он на переносице, если помещается глаз и еще даже половинка, то у вас далеко посаженные глазки То есть очень большое расстояние здесь Ума Турман, яркий пример Да Вот, для классического макияжа далеко посаженные глаза не очень подходят Потому что мы высветляем зону внутреннего уголочка глаза Итак, схематически наш глаз можно разделить на три зоны Это внутренний уголочек глаза, мы всегда здесь высветляем Район радужки глаза, здесь мы наносим на подвижное веко средний оттенок теней И район внешнего уголочка глаза Расскажу секрет В этой зоне растут самые длинные ресницы Поэтому здесь мы накладываем самые темные тени То есть как бы углубляя тот оттенок, который ресницы дают уже и так То есть теневая часть здесь образуется самая насыщенная, самая яркая Нижнюю линию ресниц мы прорабатываем также зеркально Здесь самый светлый оттенок, здесь средний оттенок, здесь темный Как художники рисуют объемы Свет, полутень, тень Из-за этого создается объемный предмет Точно так же и мы на лице, как художники, рисуем объем Итак, чтобы меньше теории, больше практики Что ж, девчата, берем пензлики в руки и повторим Дивимся трошки от зеркала, трошки на нашу стилиста Итак, для Яны я использую цвет Shell То есть это цвет ракушки, грубо говоря, светлый бежевый оттенок И высветляю внутренний уголочек глаз максимально Снизу теневая часть высветления тоже попадает Вот так Высветляю внутренний уголочек глаз Я думаю, зараз варто сказать, який пенслик ты выбрала Какую кисточку взяла? Это кисточка максимально с плотным рисунком ворсинок Она максимально много может брать тени, то есть продукта на себя и отдавать То есть очень плотная, сбитая кисточка Почему для светлых теней именно это? Потому что это светлые тени, их можно наложить максимально много Подвижные кисти больше нужны для растушевки То есть какие-то более темные оттенки мы втушевываем Поэтому нужны подвижные ворсинок Хотела еще сказать по схеме высветления Мы еще накладываем под бровь Для чего это делается? Для того, чтобы сделать взгляд более открытым и более свежим То есть высветление во внутренних уголочках глаз Высветление под бровь Это все работает на открытие взгляда Сделает взгляд более ясным, свежим Средний оттенок тени Какой я рекомендую? Конечно, с чего начинать, если вы пока не знаете? Теплые оттенки Теплые оттенки это то, что содержит желтый пигмент Холодные оттенки это то, что содержит голубой пигмент Почему теплые оттенки? Скорее всего, что вы не ошибетесь Несмотря на свой цветотип Теплые оттенки всегда придают более здоровый цвет Выспавшийся И теплые оттенки, как вы помните Предыдущим нашим передачам Они приближают и расширяют Итак, я хочу положить теплый оттенок теней Ну, немножечко, совсем чуть-чуть Смешаю его с прохладным розовым Добавить немножко цвета Да, разбавить Вы знаете, визажисты очень часто пользуются этим приемом Один цвет мы очень редко используем Постоянно смешиваем, как художники Итак, на серединку нашего века В районе радужки глаз Я выкладываю тени среднего уже оттенка Это такие теплые персиково-розовые оттенки Подходящие как раз по тону гуски Есть Второй глаз Это середина нашего подвижного века Подвижная века – это то, чем мы моргаем Чтобы девушки не путались в терминах Середина подвижного века – то, чем мы моргаем Нанесли Слегка, конечно, подвижная кисточка Ну, который подвижный ворс Можно растушевать цвет, чтобы не было ярко выраженных границ То есть светлый оттенок плавно переходит в... Главное – это растушевка Да, должны быть плавные переходы, чтобы не было четких границ Потому что это не макияж радуга Макияж радуга предполагает четкие границы цветов Итак, теневая часть Тут уже рассказываю секрет Как же все-таки правильно отметить эту зону, где наши тени, самые темные, должны лечь? Точечкой предварительно вы можете поставить на верхнем веке На ресничном контуре Препри, пожалуйста, смотри прямо Там границу, где заканчивается ваша радужка Вот она, эта точка Следующую точку Можем поставить там, где заканчивается ваш глазик И третья точка Там, где заканчивается складка Либо впадина, отделяющая неподвижное веко от подвижного там, где мы моргаем Но как раз этой самой третьей точкой И вот этой границей между подвижным и неподвижным веком Мы можем корректировать форму глаза Сейчас мы смотрим у Яни Посмотрите, площадь неподвижного века достаточно широкая А вот площадь подвижного века, которым мы моргаем, небольшая И для того, чтобы сбалансировать То есть, в принципе, в идеале должно быть все одинаковое Говоря здесь полтора сантиметра и здесь полтора сантиметра Граница между подвижным и неподвижным века мы устанавливаем Яни самостоятельно То есть, ее складка заканчивается на самом деле ниже Но мы сделаем немножко больше Получившийся треугольничек Видите, схематически практически это получается треугольник Я заполняю цветом Но это не значит, что Яна уйдет конкретно с таким треугольником графичным То есть, небольшой кисточкой я просто делаю такие припечатывающие движения И уже кисточкой, которая растушевывает цвет с подвижным ворсом Я втушевываю дальше в кожу Размываю границы Самый темный цвет у нас лег в районе самых длинных ресниц И получается уже буквочка Г Ну да, можно сказать Кто-то называет бумеранг, галочка, да, буквочка Г Этим макияжем мы можем максимально исправить или откорректировать как-то форму глаз И то же самое мы делаем на втором глазике Ставим точечки Точечки, ну я уже так побежала быстро Наш мастер знает И пополняем цветом Вот так И растушевка Растушевка обязательно Если вы набрали слишком много темного оттенка Не бойтесь окунать кисточку в более светлые тени То есть обязательно, конечно, у вас должны быть 2-3 переходных цвета Если вы используете серо-коричневый, как я вот сейчас беру Можно использовать бежевый, либо песочный Для того, чтобы добавить переходного оттенка И втушевываем вот в эту вот границу между подвижным и неподвижным веком То есть треугольник сам по себе не остается вот таким вот незаполненным Обязательно нужно втушевать в границу Для того, чтобы добавить глубины взгляду Есть Вот, лишнее мы убираем Причем тоже сделаю вам такой совет Пожалуйста Лишние оттенки очень удобно убирать пудрой То есть любой ватный спонж Оконайте пудрой А то, что лишнее вы нанесли, очень легко можно подтягивать То есть то, как делают некоторые наши женщины, когда используют средства для снятия макияжа Делают проревку в макияже Это нет Да, так нельзя Пудрой Все сухие продукты нужно убирать пудрой А если не сухие продукты, а если кремовые? Как исправить ситуацию? Кремовые продукты, правильно, Инночка, ты говоришь Нужно убирать средством для снятия молочка То есть влажные продукты убираем влажными, сухие продукты убираем пудрой Круто, пожалуйста Вот, мы прорисовали теневую часть, но мы же оформили только верхние Линию ресниц, верхние века Да Нижние века будем красить? Будем, будем, будем Обязательно, молодец Правильно, потому что очень часто вижу активный макияж глаз сверху И абсолютно не проработанное нижнее века Это такое ощущение, что это подбитого взгляда Подбитого глаза То есть обязательно нужно проработать нижнее То, как я говорила на схеме Нижнее века мы прорабатываем так же, как верхнее То есть зеркально отражаем Также у нас светлый уголочек внутренний Внутренний уголочек Мы его высветляем Наносим светлый оттенок До радужки глаз То есть одна треть Радужку мы выделяем более насыщенным, но тоже светлым Светлым, да Он даже, можно сказать, не насыщенный, а просто есть какой-то цвет Вот как я уже запомнила Правильно Но это все делается достаточно тонкой линией Все-таки мы говорим о классическом макияже, не о смоке айс И внешний уголочек глаз Затемняем Берем темный оттенок Тоже затемнение на одну треть подходит практически всем глазам Внешнюю треть Если вы подрисовываете снизу весь контур глаза Это может не всем подходить Объясню почему Потому что иногда при небольшой форме глаз При очень округлой форме глаз Подчеркивая полностью нижнюю линию ресниц темным оттенком Вы как раз лишний раз показываете Вот маленький глазик А вам нужно создавать теневую часть Растягивать в дымку, как бы никуда уходить Поэтому полностью не подчеркивайте темным цветом линию ресниц снизу Вот так Повторяем на втором Да, все зеркально дублируем Внешнюю треть Прокрашиваем темным оттенком Что характерно, сделали макияж глаз мы достаточно быстро Три цвета И я думаю, что Три кисточки Наши девушки действительно могут использовать твои советы Для того, чтобы выглядеть очень красиво И к тому же Достаточно дневной макияж Который подойдет абсолютно всем И для офисной работы, и на учебу Безусловно Но еще хочу обратить внимание Я пользуюсь тенями, которые не содержат никаких блесток То есть не содержат шиммера Это матовые тени Если очень хочется Более праздничного Более блестящего макияжа Отдельно в продаже Девушки тоже могут купить Просто это профессиональная косметика Которая пользуется Рассыпчатые тени Которые блестят Точно так же мы можем положить их на Центр нашего века То есть это максимальное украшение глазика Которое допустимо для дневного макияжа Скажем так И сразу смотрится Действительно по-другому Да, глаз замерцал Любые мерцающие тени Работают на то, чтобы увеличить объем И опять же Сделать взгляд более открытым Теперь у нашей модели Сегодня открытый-открытый взгляд Если очень хочется Эти же мерцающие тени Можно ложить и под бровь Это еще больше украсит макияж Еще больше сделает его праздничной торжественной Но я бы уже больше отнесла Это к вечернему выходу Что же нужно сделать следующим этапом Обязательно нам нужно прорисовать линию роста ресниц То, что многие женщины называют Я делаю себе стрелочку каждое утро Без нее не могу Это очень правильно Для чего это делается? Для того, чтобы углубить линию роста ресниц Чтобы ресницы казались толще, гуще Вот что они выходят из своих гнездышек Так скажем Уже очень насыщенные и густые Но я пользуюсь более профессиональными средствами То есть у меня есть стабилизатор для тени И самые обыкновенные мои тени Девушки могут пользоваться как подводками, карандашами и так далее Только нужно рассматривать свои глазки И подходят ли вам более жесткие тени, нерастушеванные То есть прямая линия Либо вы можете создать карандашом теневую часть То есть точно так же прорисовать айлайнер То есть линию и растушевать его Наносим стрелочку У нас остается всего одна минуточка Поэтому мы стараемся все быстренько запомнить Нанесли стрелку и нанесли тушь как завершающий эффект Вот так И сразу выделили наши реснички Тушь подбираем, конечно же, по своим ресницам То есть нужна ли она более удлиняющая, либо распушающая Вот так наносим тушь на реснички И интенсивно прокрашиваем внешнюю треть Вот эту Внешнюю треть Потому что там растут самые длинные ресницы И теневая часть должна уходить как раз оттуда Вот такой красивый макияж сегодня получился у нас С помощью нашего стилиста Спасибо тебе, Настя, за то, что научила нашим женщинам Спасибо вам, что вы слышали Спасибо 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 Спасибо